Всем привет! Сегодня вы узнаете, как ухаживать за летней ремонтантной малиной в осенний период, чтобы потом собирать вкусную сладкую ягоду. Итак, в наших садах выращиваются две разновидности малины. В основном это летние сорта малины, которые дают урожай на побегах прошлого года, и ремонтантные сорта, которые могут давать урожай на побегах как текущего года, так и прошлого года. Но ремонтантная малина все-таки в наших условиях лучше дает урожай на побегах именно текущего года. Именно поэтому летнюю малину и ремонтантную малину обрезают по-разному. Начнем с малины летней. Значит, в осенний период уже старые побеги отплодоносили, они засохли. Поэтому эти побеги вырезаем в первую очередь. Они уже не нужны, на них никакого урожая не будет. Вот. Удаляем побеги максимально низко к земле, стараясь не оставлять пеньков. Если оставить пеньки, тогда кусты быстро стареют, и на пеньках могут еще сохраняться различные инфекции. Также не забываем удалять побеги очень тонкие, сломанные, загущающие, и побеги с признаками вредителей и болезней. Например, вы увидели вроде бы на здоровом молодом побеге небольшое вздутие. Это малинная галица. Там зимует вредитель. Поэтому такие побеги с наростами обязательно удаляем и отправляем на костер. Ни в какой, ни в компост. В итоге, после обрезки на одном метре квадратном должно остаться максимум 12 хороших, сильных и здоровых побегов. Остальные все, слабые загущающие, все это мы удаляем. Также не забываем прополоть малину от сорняков. Удаляем всякую траву, корневища многолетних, может быть, трав где-то подкапываем. Удаляем и очищаем все это. Затем важный момент. У малины высокие побеги. Вот посмотрите, здесь побег больше двух метров высотой. И есть вот такая вот макушка побега. Эта макушка очень тонкая. И зимой, как правило, она подмерзает. Ее нужно обрезать. Примерно укорачиваем побег на сантиметров 20-30. Вот эту верхушечку удаляем. Когда мы побег обрезаем, укорачиваем, в следующем году образуется больше боковых ответвлений и формируется более хороший урожай. Поэтому не жалейте вот эти верхушки, сразу же их в осенний период обрезайте. Можете, в принципе, оставить и на весну. Вы увидите, где подмерзшая часть, и затем уже весной обрежете. Но можно и осенью. Это касается летней малины. У ремонтантной малины обрезка другая. В осенний период, когда ударят уже сильные морозы, хорошие такие, обычно это ноябрь месяц, листва уже пожухнет, и все питательные вещества со стеблей оттоком перейдут к корням, обрезается вся надземная часть полностью. То есть вырезаются все побеги под ноль. До... на пень вырезаются. Значит, все убирается с участка, вносится в кучу и сжигается. Либо можно измельчить все это на щепу и затем использовать на огороде. Далее, когда и летняя малина, и ремонтантная уже обрезаны, нужно выполнить еще одну важную процедуру. Замульчировать посадки перепревшим компостом, либо навозом. Во-первых, компост либо навоз утепляет корневую систему, потому что корни могут все-таки где-то и подмерзать. Если сильные такие морозы, бесснежные зимы, то лучше обезопасить и корни обсыпать перепревшим компостом, либо навозом. Ну и, конечно же, компост или навоз дают хорошую структуризацию для почвы. Почва становится более легкая, более рыхлая, влагоемкая, и лучше развивается корневая система. Ну и самое главное, что компост либо навоз на длительный период снабжают малину питанием. В следующем году, уже с весны, малина получит в достатке питания, быстро начнется процесс вегетации и сформируется более хороший и ранний урожай. На один метр квадратный вносим от 10 до 20 литров перепревшего навоза либо компоста. Малину вот таким образом засыпаем этим компостом и оставляем до весны. Еще один важный момент. Компост либо навоз, вот этот перепревший, заблаговременный, еще когда вы только начали складировать компостную кучу, либо привезли навоз еще свежий, не поленитесь и проливайте раствором триходермы, либо антистерни от Профит. Почему именно этими препаратами? Потому что там присутствует триходерма, она быстро разлагает различные растительные остатки, компост либо навоз быстро перерабатываются в рассыпчатое удобрение и обеззараживаются. Если там какие-то фитопатогены возможные присутствуют, триходерма их также подъедает. И когда мы уже вносим этот компост и навоз, обогащенный триходермом под малину, естественно триходерма поселяется там в почве, и в следующем году триходерма защищает малину от различных заболеваний, а также помогает малине лучше усваивать питание. Поэтому биопрепараты актуальны даже в осенний период. Не обязательно проливать той же триходермой, если она есть в компосте. Допустим, если вы готовили горячий компост, не вносили триходерму, либо у вас какой-то перегной в кучах, где триходерма не вносилась, тогда распределите, замульчируйте малину вот этими удобрениями органическими, а уже сверху возьмите леечку и пролейте посадки малины триходермой. Триходерма в этом компосте поселится, и в следующем году с наступлением тепла она активизируется, и будет также помогать малине лучше развиваться. Обязательно сделайте эти работы в малиннике, и в следующем году вы будете собирать очень крупную и сладкую ягоду. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!